О том, не напугаем ли мы украинцев слишком активной дружбой, о том, как могут развиваться в будущем отношения двух братских стран, мы говорили с директором Института политических исследований, депутатом Госдумы, политологом Сергеем Марковым. Сергей Александрович, после смены власти на Украине мы начали активно дружить, как бы наверстывая упущенное. Вот уже и цена на газ изменилась, и флот уже надолго остаётся. Во время визита на этой неделе Дмитрий Медведев заявил, что Россия может лоббировать интересы Украины и в двадцатке. И даже предложил Украине вступить в ОДКБ. Как вы думаете, не напугаем мы наших соседей такой активностью? Нет, не напугаем. Есть чёткая социология. 78% граждан Украины считают, что наиболее близкая Украине страна – это Россия. 72% граждан Украины выступают за то, чтобы вступить в единое экономическое пространство с Россией. И несмотря на то, что элита придерживается курса на нейтралитет, для нас это очень хорошо, что не НАТО, а 64% граждан Украины считают, что она должна вступить в ОДКБ. То есть они не знают, что такое точно ОДКБ, они понимают – это военный союз с Россией. А когда мы спрашиваем у них, а что же вы имеете в виду под единым экономическим пространством? И всё, что угодно можно иметь в виду. Они говорят, это когда единая валюта, нет границ, таможенников, пограничников, всё это должно испариться. И те, кто люди раньше трактористами работали, а сейчас разорили сельское хозяйство, и они пошли там на этих границах пограничники и таможенники. Вот они должны опять стать трактористами и работать на экономику, а не порезитировать на ней. Поэтому, даже несмотря на очень хорошую дружбу сейчас с Россией, народ Украины по-прежнему ближе к России, чем руководство правительства, парламентом президента Украины. Тем не менее, есть другие точки зрения. Вот один политолог пишет, что медовый месяц в наших отношениях постепенно закончится. Единственным серьёзным результатом нынешнего визита Дмитрия Медведева на Украину стало соглашение о демаркации границ. Ну, а дальше Янукович получил скидку на газ. И якобы, по мнению этого политолога, отношения с Россией его уже не настолько сильно в дальнейшем будут интересовать, а будет интересовать Запад, который реально может спасти украинскую экономику. Знаете, он либо не знает этот политолог, либо, что вероятнее, всё знает, но врёт. Значит, дело в том, что мы не ориентированы ни на какие медовые месяцы. Наша задача системно и быстро идти вперёд. Мы должны создать с Украиной совместное пространство в области экономики, прежде всего корпорации в области высоких технологий, авиация, космос, ядерная энергетика, другая энергетика, электрическое, судостроение, нанотехнологии. Посмотрим, что у них ещё осталось неразваленными в области коммуникаций. Кроме этого, мы должны создать единое пространство для граждан. Не должно быть, как сейчас, сел на пояс Москва-Киев, четыре раза за ночь подняли таможенники-пограничники. Такого не должно быть. Спободно они должны ездить туда-сюда. И задача политиков – выполнить эту волю народа. Мы будем к этому идти. И очень хорошо, что Западу сейчас совсем не до Украины. У Обамы Ирак, Афганистан, реформа здравоохранения, экологическая катастрофа в Мексиканском заливе, падение собственного рейтинга. У Евросоюза Греция, Испания, Португалия, кризис Евро, всё разваливается. Слава Богу, им сейчас не до нас. И хотя Запад всё время пытается помешать этому, а сейчас идеальные условия. Во-первых, Западу нет времени и ресурсов помешать. И у Запада нет денег, чтобы подкупить, скупить украинскую элиту. У них просто кончились деньги. Нет денег этих. Поэтому придётся работать самим. А чтобы украинская экономика могла работать самой, ей нужно прежде сотрудничать с Россией. Но, кстати сказать, и Запад тоже, конечно, Киев будет использовать. Во-первых, он будет использовать его как контрбаланс. Для того, чтобы где-то надавить на нас. Во-вторых, будет использован Запад для того, чтобы быть твёрдой гарантией своей независимости. Без сомнения, большинство граждан Украины и вся украинская элита не хочет отказаться от независимости и полностью слиться с Россией. И, в-третьих, тоже будет использовать Запад как рынки сбыта, рынки получения технологий. И не только технологий чисто таких технических, но и технологий гуманитарных. Граждане Украины, точно так же, как и везде и у нас, хотят, чтобы у нас и в России, и в Украине были такие же высокие стандарты жизни, как в Евросоюзе, такой же независимый суд, как в Евросоюзе, такая же свобода СМИ, как в Евросоюзе, такой же сильное социальное государство, как в Евросоюзе, такая же неподкупная полиция, как в Евросоюзе. И с этой точки зрения мы должны, я думаю, выйти на такую идеологию, что евроинтеграция должна быть не то, что нас разделяет, а то, что нас объединяет. Мы и Россия, и Украина вместе заинтересованы согласовывать отношения с Евросоюзом. Потому что, когда мы будем вместе, то мы лучшие условия от Евросоюза получим. Мы и Россия, и Украина заинтересованы в том, чтобы совместно создавать у себя институты, типа институты Евросоюза, такие европейские правила у себя, европейские законы, европейский образ жизни, умно понятая евроинтеграция, наоборот, объединяет Россию и Украину. А хватит ли у нас сил в условиях кризиса помочь вытащить украинскую экономику из болота? Вы знаете, нам выгодно вытаскивать обе экономики вместе, российскую и украинскую. Украина – это не какая-то, понимаете, нищета и голодьба, это не какое-то буркино-фасо. На Украине живут 45 миллионов, по сути дела, наших людей, а на Украине развита инфраструктура. Помните, Киев – третья столица политической союза. Харьков – третья научно-техническая столица после Москвы и Петербурга. Одесса – третья культурная столица после Москвы и Санкт-Петербурга. А Украина – развитая страна по уровню развития, не уступающая России. Им только не повезло, у них нефти и газа нет, от этого трудно оперировать. Им тоже не повезло, что у них есть вот эти безумцы, оранжевые пронацисты, типа Ющенко, Тегнебока, которые разваливают страну. И вовремя их не подавили, как мы. Мы подавили своих фашистов, но на Украине своих фашистов пока не подавили. Они, так сказать, в этом смысле разваливают страну. А так сотрудничество с Украиной не забирает у нас деньги, а дает нам.